Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного посвалю Тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигывались глазами, ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы, расширяют на меня уста свои, говорят «хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи? Не умолчи, Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Божий мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Божий мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем «хорошо, хорошо» по душе нашей, да не говорят «мы поглотили его», да постыдятся и пострамятся все, радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною, да радуются и веселятся желающие правоты моей, и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. Язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день. Вторая часть 34-го псалма святого пророка Давида, который, как мы помним, написан псалмопевцем в качестве молитвенного обращения несправедливо гонимой души к Богу, начинается с восстыцания. Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно. Этими словами святой пророк Давид показывает нам, что даже если в нашей жизни все максимально плохо, это вовсе не повод забыть о Боге. Наоборот, жизненные неурядицы могут и должны стать тем толчком, который вновь возвратит нас на путь, ведущий к Богу. Преподобный Ефрем Сирин замечает, как огонь в плавильне испытывает золото и серебро, так в напастях испытываются души смертных. В то же время приключающиеся с нами бедствия имеют еще одну важную цель. Они напоминают нам о нашей духовной испорченности и тем самым подталкивают нас к раскаянию во грехах. Святитель Иоанн Златуст так и говорит, «Если будем в состоянии с благодарностью переносить приключающиеся бедствия, то изгладим немалую часть наших грехов». Так чего же просит у Бога Давид, находясь в опасности и даже от тех, кого буквально еще вчера считал своими близкими друзьями? «Победа над теми, кто его непрестанно гонит?» «Нет». «Может быть, он желает смерти врагам?» «Тоже нет». Единственное, чего просит Давид, выражено в нескольких коротких, но достаточно глубоких по содержанию словах. «Господи, не удаляйся от меня». Один известный богослов, перефразируя блаженного Августина, предложил своим читателям следующую ситуацию. «Бог является человеку и говорит, «Я дам тебе все, что ты не попросишь. Наслаждение, власть, славу, свободу, богатство, даже мир душевный и чистую совесть. Ничто не будет грехом, я все разрешу тебе. Ты не соскучишься и не умрешь». Но ты никогда не увидишь моего лица. И вот это одно «но» обесценивает и разбивает вдребезги все те дарования и преимущества, которые Высший Бог обещает человеку взамен себя. Господь не может дать нам счастье и мир без него самого, потому что без него счастья и мира просто нет. Разум, быть может, и не понимает этого, но сердце, оно ведь точно знает, что Бог человеку нужен больше всего на свете. В одном из своих произведений известный христианский писатель Льюис задает вполне разумный вопрос. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть? В каждом человеке есть некая бездонная глубина, заполнить которую может лишь один Бог. И до тех пор, пока мы не прекратим избегать Бога, наше счастье будет оставаться все тем же пустынным миражом, стремиться к которому бессмысленно и бесполезно. В завершении Псалма святой пророк Давид обещает Богу, «Язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день». Если даже в своей общественной жизни мы всегда благодарим тех, кто чем-то помогает нам, неужели мы не должны сказать искреннее спасибо тому, кто ежедневно печется о нас и, что самое главное, о нашем спасении? Однако, к сожалению, мы очень часто просим чего-то у Бога и очень редко, затем благодарим Его. Яркий тому пример – притча Господа нашего Иисуса Христа об исцелении десяти прокаженных. По сути, только один из десяти, то есть всего-навсего 10% людей, способно возблагодарить Бога за все Его благодеяния. Прочи же, полагая, что все их успехи в этой жизни исключительно плоть их личной деятельности или же, что еще более нелепо, слепое стечение обстоятельств, тем самым отворачиваются от Бога и делают себя неспособными в дальнейшем воспринимать Его милость. Помню об этом, будем стараться всегда быть благодарными Богу. Ведь, как отмечает святитель Иоанн Златоуст, если мы постоянно будем помнить о благодеяниях Божьих, какие Он излил на природу нашу, то и сами будем благодарны, и это послужит для нас сильнейшим побуждением идти по пути добродетели. А идя путем добродетелей, мы обязательно достигнем искомой нами пристани Царства Небесного во Христе Иисусе, которому слава, честь и поклонение во веки веков.